Одно движение и распускаются цветы. Еще один взмах рукой и уже ярко светит солнце. Пальцы восьмилетней Алисы словно танцуют по стеклу, преображая волны песка в причудливые образы. Я сейчас рисовала сердечко с крылышками. Оно летает, смотрит. Ей нравятся больше всего ароматные цветы. А вот Карина в работе отобразила свое настроение. На задание психологов сделать мир своей мечты девочка создала «Город снега». Потому что все жители этого города любили снег и белый цвет, и поэтому он назывался «Город снега». И я бы хотела в нем поменять многое. А почему? Потому что этот город, все жители живут на улице. Для них зима – это теплое время года, а лето – холодно летом у них. В центре «Современник» открылась комната песочной терапии. Занятия с детьми проводят индивидуально. Работа с песком позволяет снять у них эмоциональное напряжение. Специалисты также отмечают, что, контактируя с природным материалом, детям легче преодолевать психологические барьеры. Маленький наш стол с расстановками. Вот у нас девочка занималась с расстановками. Благодаря этим расстановкам можно проиграть, пережить ту ситуацию негативную, которая у нас присутствует. Обыграть ее и направить уже в то направление, в которое мы можем, которое нужно, да, вот исправить ту ситуацию. Попасть на песочную арт-терапию может каждый, предварительно записавшись по телефону 3-66-16. Сейчас занятия проводятся со школьниками и молодыми парами на бесплатной основе. Думаю, что эта картина потихонечку оживает. Сейчас психологи-современника работают над созданием нового проекта «Песочная магия», который будет запущен в сентябре. Будут организованы группы подростков от 12 до 18 лет. В планах также создавать картины из песка большого формата и фильмы. Диана Визович, Александр Анфимов, Новости Губкинского. Диана Визович, Александр Анфимов, Новости Губкинского.